Всем доброго времени суток, с вами Чешур. Как и обещал, давайте подведем итог по ПВЕ экипировке в версии Айона 5.0. В предыдущих видео я показывал вам цифры таких сетов как Монорн плюс 15 и Руны плюс 10, вставляя в них старые добрые компоты, а также сет Лабиринта уже в новых плюс десятых камнях. По сути это был просто обзор на цифры, которые мы можем получить из тех или иных сетов, расточив их по максимуму. А теперь все-таки давайте перейдем к сравнениям и подведению итогов. Улучшенный гипер или Монорн, топовые ПВЕ сеты Айона 4 плюс, хорошие статы, красивая внешка, все что надо. Но есть огромное но, которое рано или поздно в Айоне 5.0 заставит их снять. В эти сеты не лезут новые камни, что сразу отодвигает их на задние планы по сравнению с новой экипировкой. Так что отложим их пока что на полочку. Поэтому под сравнение в данном видео попадают только сеты Руны, Лабиринт и Мировой Дроп под названием Полнолуния. Так как все перечисленные сеты имеют одинаковое количество дырок, и проточка новыми камнями зависит от предпочтения того или иного игрока, получается что проточку камнями, например, смысла сравнивать нету. Поэтому будем сравнить исключительно только параметры самих сетов. Сначала давайте рассмотрим кожу на Лука и Сена, ну не обессудьте, я все-таки Лук и кожа мне будет породнее. Перед вами статы чистых сетов Руны плюс 10 и Лабиринта Благородства плюс 15, а также сет Полнолуния плюс 15. Почему те или иные сеты Лабиринта объяснять долго и к этому видео особого отношения не имеют, но подобрано именно то, что нужно. Также приведенные цифры показывают только сеты, без оружия и без бежи. Из таблички я убрал все одинаковые характеристики, такие как скорость атаки и магии, бега, полета, ну и тому подобное, чтобы просто не мешались перед глазами и было более удобно ориентироваться. И вот после того, как я посмотрел на эти цифры, я реально поначалу встал в ступор. Плюсы рунов, например, отмена, уклон, хп, чуть мп и дополнительная точность и физкрит. Плюсы Лабиринта, маг и физзащита, блок магии, повышенная агра и доп. парирование. Ну, что за упортость и вообще что укурил тот кореец, который рисовал этот эквип, особенно Лабиринта? Зачем парирка кожи, где хп и нафига тут физза магдефа столько, которые вообще странно работают в ПВЕ и вообще странно работают? Ладно, давайте подумаем. Должен же быть весомый плюс в Лабиринте. И да, он есть, пусть странный, но он все равно все-таки есть, как и в любом другом эквипе, который должен точиться до плюс 15. Этот плюс это белая атака. В Лабиринте за счет точки его на плюс 15 белой атаки получается 75. А в то время как в рунах, которые точатся всего до плюс 10, у нас получается 50 белой атаки. Итак, разница в 25 белой атаки. Замечу, что физ классом белая атака как бы очень важна и является основной, в отличие от зеленой. Так как все новые сеты ломаются при точке, этот факт учитывать мы не можем. Но учесть стоит то, что максимальная точка без прорыва у Лабиринта плюс 15, в то время как у рун всего плюс 10. Другими словами, замечу тут чисто в теории. Если упарываться в максимальную точку, то Лабиринт легче вточить на плюс 15, чем те же руны. Так как для рун максимальная точка является плюс 10, а дальше прорыв. А вот после прорыва точка становится сложнее. Но опять-таки, тот же Лабиринт сложнее собрать. В то время как для рун все что нужно, но это пойти просто и накрабить древних монет. А те же ресурсы для его перекрафта сейчас стоят не так уж и дорого. Также лично меня смущает тот факт, что руны это 70-е кмин, в то время как тот же Лабиринт 75-е. Если скрытая разница в уровне шмота между 70-м и 75-м левом, я без понятия. Не в том плане, что более высокие уровни шмота дают порезку при одевании его, а именно скрытые параметры. И если они вообще, достаточно сложно определить. Ну а где искать того самого корейца, который это все знает, ну я без понятия. Собрать руны, получив хп, доп, точность с критом или же все-таки упороться и собрать Лабиринт ради физ и магдефа плюс 25 белой атаки. Опять мы приходим к какому-то взрыву мозга и нехилому такому выбору. В то время, например, у магсетов все чуть попроще. Плюс и руна отмена, хп и доп, точность магии с маг критом. В лабиринте уклон, маг и физ, дев, блок магии, мп и даже агра, а еще и сила магии побольше выходит. Тут все очевидно, Лабиринт чуть-чуть выигрывает и вопросов в принципе у меня нету, за исключением почему же все-таки режут хп. А вот у железок вообще творится невообразимый бред. Начнем с того, что для гладов нету, например, адекватного сета Лабиринта, в котором была бы парирка, зато и с блоком щитом, который нужен танкам. По агре Лабиринт с какого-то перепуга вообще проигрывает руну. Все остальные параметры примерно так же, как у кожи. Уклон, маг и физ, дев, плюс 25 белой атаки за Лабиринтом, а, например, отмена хп, доп, точность с критом за рунами. Да простят меня кольчужные друзья, их мы в этом видео даже рассматривать не будем. Так как всем трем классам нужны будут совершенно разные параметры. Но по ситуации с вышеперечисленными сетами, там творится примерно такой же хаос. Но со временем я все-таки у себя в группе ВКонтакте выложу все скриншоты со всеми параметрами для каждого класса. Ну, наверное, чтобы было для истории. А пока давайте подведем итог. К сожалению, далеко не утешительный итог. Сета Лабиринта в своей массе можно смело выбрасывать и даже не биться головой об стену в попытке их собрать и заточить. Да, 25 белой атаки для физов шикарно. Некоторые классы могут все-таки поработать тараном и пробить эту стену в попытке собрать их. Но пока что сеты Лабиринта представляют из себя непомерные затраты, вынос мозга и, по моему мнению, потерю времени. Туда же отправляются и сеты Лабиринта для тех, например, у кого есть сеты Гипера и Монорна. Как многие могут заметить, я специально в сравнении проигнорировал сет Полнолуния, приберег на конец. Сет неплохой, в принципе, что-то среднее между Лабиринтом и Рунами. Тут вам и ХП, и Деф, и самое что интересное в нем есть, это прирост к скиллам. Да и выбивается он просто в мире с мобов. Но давайте все-таки подумаем и сравниваем ПВЕ сеты. А в этом сете отсутствует самый главный параметр, это Агра. Если еще в какой-то мере ДД-классы могут обойтись без этого параметра, то, например, Латам и Хелам как-то вообще стрёмно ходить в данжи без него. Ну и опять-таки, наличие и количество нужных частей того или иного сета зависит исключительно от ВКРа, да и вообще живой части аукциона. А точнее даже в большей степени от активности на мобах той или иной расы. Так что, мое мнение, эти сеты больше подходят как раз для соло кача или фарма на тех же самых мобах в Истаре или Носфальде. Но стоит ли это таких затрат? Не знаю. Так что давайте хорошо подумаем обо всем этом и выведем общий итог. Вот честно, ребята, ходите на Гипер или в Монорн, собирайте сеты оттуда, улучшайте того же Гипера. Точите это все на плюс 15, вставляйте компоты. Ну, кому совсем лень и кто спешит, может прикупить рун за древняшки. Но по факту затрат о новых ПВЕ сетах на данный момент можно вообще забыть. По крайней мере, пока что-то не ведут новое. Единственное, что из себя представляет ценность во всем этом, это новое оружие, в которых лидирует исключительно лабиринт. За счет своих базовых параметров. Тут я хочу отметить, что я рассматриваю оружие до 75-го левела включительно. И то, в принципе, как только для ПВП. Так что крабим, собираем потихонечку новые плюс 10-е камни и готовим их к чему-то новому и интересному, которое, я надеюсь, рано или поздно появится в мире Айона 5+. Не за горами 5.1, ну а там посмотрим, что будет в нем. А в следующем видео вас ждет обзор новых патчей 5.0+, которые в самое ближайшее время завезут как раз на боевые. А пока что всем спасибо, ставим лайк, подписываемся, вступаем в мою и Айон группу ВКонтакте и пойдемте поспим чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok